мои дорогие всем привет сегодня решила записать болта влог я сейчас пью кофе и буду готовить салат салат наш любимый это карусель который готовится за три минуты есть такой рецептик у нас сегодня без кофе никак дождь идет на улице все такое сонное состояние значит для салата понадобится колбаса колбаса кукуруза здесь у меня морковка по-корейски и сухарики у меня вот такие вот гренки гренки воздушные мясо запеченное с помидорами все вот это надо наломать колбаску нарезать как как захотите кукурузы здесь у меня полбанки большая баночка была и я сейчас буду все складывать пока сюда разрешаю и потом уже в салатник все переложу сегодня в общем просто поболтаем о чем-нибудь я буду готовить и болтать что-нибудь вам рассказывать отвечу на вопросы а да недавно был комментарий про кольцо спрашивают частенько я не знаю вот наверное про это кольцо это кольцо с натуральным камнем заказывала на сайте ювелирочка потому что спрашивали на каком сайте ювелирочка и камень розовый кварц вроде бы у меня был обзор и я рассказывала про это кольцо и я его очень-очень люблю она серебряная была золотым напоением сейчас уже почти совсем жёлтая была сейчас просто серебристая так вот поболтаем про дату сегодня про планы будущее про планы кстати я даже не знаю что то хочется куда-то съездить ну понятно что на море наверное не получится раз отключили у нас монетизацию такую сумму не накопить даже если доработаете на море яме в дому ездили конечно можно и подешевле съездить вот и думаем либо в тюмень в тюмени мы ни разу не были съездить у нас есть где-то под тюменью горячий горячие источники как-то так называется что туда что ли съездить вот может быть в екатеринбург съездим это я имею ввиду летом 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 жалко что такая ситуация сейчас да не не до моря в один к сидит играет я отдала свой ноутбук на игрушки на игрушки вадимки отдала игрушку какую-то скачал сидит там играет у меня там файлы их надо вытащить а невозможно вытащить видео видео загружены за получается за апрель месяц я там остались за при этом мне кажется февраль за март есть видео и а юсб порт через который я которому я подсоединяла вот этот вот карту памяти переносную он у меня этот юсб порт последних уже практически не работает все вообще там все расшатанно и когда подсоединяешь начинаешь перетаскивать файлы он отходит постоянно и снова надо включать чтобы перетащить файлы это я почему начала говорить о что девчонки писали что почистить надо отдать удали там все файлы и отдай почистить а удалить я не могу видите там видео надо вытащить их карта если пытаться пытаться по одному видео перетаскивать это уйдет наверное может быть больше месяцев это уйдет надо сейчас ноутбук особо не нужен я имею в плане того чтобы не только на яндекс дзен загрузить надо видео да вот которые если монтирую отправляю на яндекс дзен потом уже youtube про маникюр тоже часто спрашивают сколько стоит у нас сейчас вот я хожу кому 1200 стоит до этого я ходила к другому мастеру тысячу рублей стоило ровно тысячу это который сейчас я хожу она уже с большим стажем а там девочка ну сколько получается что она 2 или 3 года до делает поэтому у нее цены немножко подешевле и она делает медленнее три часа сейчас я хожу тут полтора часа занимает быстрее намного конечно три часа устаешь она болела долго и я нашла нового мастера и сейчас можно конечно подешевле вернулся мы здесь опять быстрее видите так что вот тоже спрашиваю девочки сколько я хожу с маникюром если бы их я была не блогером бы до асмр видео не снимала то я бы наверно ходила бы месяц как и все как и многие я хожу три недели через три недели я записываюсь к мастеру три там бывает три с половиной и снова делаю новый гей-лак и я не могу чтобы у меня отрастала получается вот видите гей-лак да если темным лаком накрашена то когда отрастает ногти там же пустое место и сильно видно это нехорошо а я же у меня руки всегда же близко камере я снимаю на втором канале у меня больше половины видео руки в кадре поэтому ручки должны быть ухоженные и на маникюре хожу вот примерно где-то через три недели сейчас через три недели пошла там только-только начали отрастать я пошла вот чтобы красиво было все стараюсь чтобы зрителям было красиво и приятно значит что я начала говорить про поездку значит может быть в тюмень либо в екатеринбург съездим либо вот куда-нибудь на озеро там съездим про дачу тоже пишут такой комментарий был одна там девушка женщина не знаю в этом на цене уже привязалась ко мне что вот почему вы не убираете лишнее сухое там у вас все наросло там малина я сказал что там малина до малины юра для картошки там все перекопал а тут гуру малина она пишет где ты тут малину увидел здесь сухие ветки нет у нас это малина только начала не там расти вот эти вот веточки они потом не сухие будут полины да конечно мало смородины там практически и и нет тоже надо убирать но мы где у нас смородина растет мы там провели деле это было год назад или два года назад это все приведели и даже у нас теперь есть проход там раньше было все заросло все убрать или естественно там надо все это спиливать и там уже корни остаются их надо вытаскивать это очень сложно и вообще папа вот мы много раз уже говорили уже несколько лет на эту тему говорим я говорю что вот надо убрать надо убрать тут все надо совсем все выдернуть там за домиком тоже девичный растет там тоже можно все это выдернуть и папа не дает мне не что написали эта девушка пишет потом она написала что-то еще длинный такой комментарий я мне кажется удалила с такими этими прямо знаете как в приказном тони аж написала как-то на мне что это что маленькая не может что ли взять и сама все это убрать не спрашивая папы у папы болит сердце как я их у него не спрашивая буду что-то там выдергивать и убирать это не моя дача я говорила девчонки даже в комментариях мы у меня спрашивали я честные и откровенно сказала даче это не совсем моё далеко не моё и ну я не садовод огородник мне это не надо вот честно говорю мне это не надо у меня этим занимается папа и я очень люблю своих родителей и ради папы естественные я еду и помогаю и юра тоже очень любит моих родителей поедем и помогаем то что говорит папа вот то что ему нужно мы это делаем вот тут вот юра даже для картошки все перекопал сам сам решил вот обычная колбасу режу полосочками тоненькими то не тонкими а сегодня как-то кубиками начала ну ладно хоть как можно нарезать все быстро сидят даже вещи которые какие-то там выбросить надо все расспрашивать у родителей и что то там переделывать там тоже пишут почему шлаки не делала не делайте много раз говорю что папа не разрешает потому что боится что там что-то загорится потому что он говорит что по закону нельзя естественности была моя дача я бы тут по-другому что-то сделала что-то бы приспособилась для того чтобы шлаки можно было сделать я бы там может быть вот это все выдернуло бы но так мне это не надо только помогаю папе вот честно говоря мне это не надо помогать папе мы все покупаем все что у нас растет задача мы все это покупаем картошку мы покупаем магазине морковку которая вот сейчас из ямы вытащили она знаете такая такая страшненькая вся уже засохшая сморщи сморщи все некрасивая и я даже ее никогда например никуда и не добавляю но юра да он может там ее помыть хорошо там почистить я покупаю пятерочки я показывала до чистую морковь красивую ее беру лук беру крупный тоже хороший лук у нас пятерочки продают мы вот вырастили луком у нас вот такой вот мелкий я этим ничем не пользуюсь у боковой в магазине а папе вот просто хочется вот землей там повозиться что-то делать вот он не может у него здоровья не того все равно тут вчера юра на работе был пошел в гараж пришел в гараж он там любит у меня там с детальками возится что-то там откручивается скручивать что-то ремонтирует бывает и пришел света нет и он звонит матери говорит все это поехал на дачу поехал один на дачу на своей машине значит смотрит у нее документов то нет позвонил матери говорит эту документов то посмотри дома дома все катясь от приду он из гаража прибежала у нас гараж от дома от их далековато ну как далековато в минут минут двадцать реально минут двадцати так получается из города быть и надо потом через лес и до гаража и вот он у него и ноги и колени все болит и сердце то больно он прибежал домой за ключами обратно ушел в гараж и не приехал на машине но у меня законопослушный мужчина мама говорю так приедет на машине возьмешь документ он говорит что остановит говорит будет страх нет говорит и я возьму приду и снова вернусь в гараж и уехал на дачу не сидится вообще дома ему очень хочется ему на воздух земле поближе мы жили вот как я родилась мы жили в своем доме арена бабушка была бабушка с дедушкой мамины родители подальше жили а мы жили получаться с папиными родителями когда вот я родилась там у нас был дом на сначала была одна комнатка потом мы пристроили как кухню пристроили они папа с дядей пристроили вот мы жили с его родителями потом дедушка умер бабушка уже сюда переехала нам вот где мама живет там дали бабушке квартиру нас тете и с моими сестрами жила сестры двоюродные получается и дядя папин разбирать тоже здесь же дали квартиру мы все сюда переехали из деревянного дома а дедушка дедушка рано умер папин папин папа умер рано а мама родители тоже рано умерли вот и вот там всю жизнь он жил в своем доме потом дали квартиру год наверное не прожили и купили дачу снова дача земля огород не может не может он без этого а мама тоже спрашивает почему не ездит это как-то у нее здоровья нет да и она не хочет все уже говорит я свое уже пахала все болит она начинает там долго делать или ходить долго потом то ноги отекают тут там давление хотя бы не то сейчас получше давление нашли там таблетки какие-то нашли хорошая которая нормализует ее давление есть получше сейчас но есть она как я не буду не хочет она не хочет вот про домик тоже часто пишут ну бывают такие комментарии частенько что недавно рассказывала откровенно видео что сейчас нет возможности там что-то ремонтировать ну вот я имею ввиду на даче домик ремонтировать я тут заворачивается опять пишут лена снесите снесите дом и постройте новый дом вот которые сейчас делают домики это быстро которые делают типа недорого ведь это одно девчонки все равно даже самый дешевый домик миллион точно денег стоит тут они даже вот ремонт собирается делать в квартире у себя раньше не хотели да когда все когда у меня пишут девочки когда монетизация у тебя было они не хотели делать а сейчас вот им приспичило когда такая ситуация ну да накопили сейчас деньги и собрались делать так они это даже окна не хотят менять пластиковые вроде бы у них там не хватает что-то денег и не горит дэй не надо нам а вы говорите дом снести поставить новый дом тоже вы та же девочка которая на янгок зенита привязалась ко мне вот вы там вы что там делает так яблони там не знаю почему вы там не не добавляете это как называются веточки то скрещивание не скрещивание ну чтобы новые кустарники почему не рассаживаете но вот эта старая не выдергивайте новая не рассаживала что может он то делает сильно надо то не делаю да я понимаю что у нас там на даче огромное количество вот этих старых кустарников которые надо убрать или что-то другое написали бы сделали потом бассейн вы сделали в этом зону отдыха бассейн тоже говорил девчонки ну как вот этот бассейн делать если вода нехорошая неприятно в нее залазить даже вот на болото мы ходили купаться одну болотинкой мы называем там вода она и тут приятнее чем вот это бежит которая как асфальт бежит там спрашивали сколько метров папа говорит вроде бы 35 метров 35 метров сделали мы скважину на даче ну сколько они там сделаем я точно быть не знаю может они еще сделали поэтому вода такая хорошая была бы вода хорошая у меня бы может загорелась потому что бассейн поставить до покупаться ну и там что-то бы сделали мне писали про шашлыки можно же поставить как вот мангал он закрытый закрытые поставите и на нем можно делать шашлыки тоже бы мы бы это придумали бы все-таки сделали бы если бы папа разрешил и вообще бы если бы ездили потом на отдых туда часто у нас там на даче много мошек вот летом много мошек эти кто они комары про обработку тоже писали лена почему не не обрабатывайте участок у нас там где не знаю никто никогда не обрабатывал я даже не знаю если у нас такая организация папе как-то сказал он говорит у нас вроде нет такой организации которая дачные участки обрабатывают может быть и есть но это дорого у нас даже там соседи которые будут живут портишь или снимаю рядом да они-то постоянно там не одна семья у них много детей они все приезжают и они даже не обрабатывают это у них как бы есть деньги на это много семей складывается там что хоть еще хотела вопрос ответить а давайте смотрите как сделаем вы мне под этим видео напишите ваши вопросы какие там вас интересуют да и я в следующий раз когда что-то буду готовить как раз и поотвечаю на вопросы то есть это просто помню какие вопросы я на них отвечаю продачу давно подземная плохая надо привести землю да куда много очень вкладывать надо в итоге то в итоге то это можно так сказать даже убыточная дача да сколько мы денег есть вот на бензин на газ там тратим что вот это вот все покупаем все это можно купить дешевле потом в магазине лук у меня сейчас будет резать юра или кирилл у меня вообще глаза слезятся глаза слезятся поэтому не могу вот все у меня салатик готов видите я с вами поболталась салат готов сейчас лук добавим размешаем переложу в салатницу добавлю сметану и майонез и все и салатик готов будет еще что-то спрашивали про кирилла да я уже начала в влоге все рассказывать про кирилла я позже все расскажу куда пойдем учиться что там ну там попозже расскажу пока не это еще решаем этот вопрос хотя уже дома все решили но мы ждем когда экзамены пройдут потом все расскажу про цветы тоже девчонки мне писали там а посадите 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 я смотрю вот которые мне пишут название я такие уже там бархатцы еще какие-то цветы и все их садила в том году ничего не выросло у меня не пишут посади посади на земля такая хотя я прежде чем садить сажать цветы я туда положила удобрение от которой папа покупал да и все равно вот юра привез уже выкопал мамой там там с корнями до цветы вот они вроде прижились и что-то может быть будет а так вот эти баха бархатцы я садила ничего не растет в домике тоже там надо где потолок там еще ли там надо все это тоже замазывать чтобы паучки и жучки не лезли домик и домика сам некоторых местах мне кажется дырявый и печка то не очень работают напишут почему вы значёвкой не ездите два года назад и снимала пытались ездить да у меня там вадим домой запросился да и у нас печка на знаете как работает почему-то дым на в комнате становится хотя она вроде и работает и в то же время не совсем правильно работает угореть можно а так на улице срок прохладно и не ездим я когда ложилась хотела уснуть все время думаешь вдруг тут где-то паучки и жучки ползают потому что мы везде они невозможно невозможно надо и там мебель то ее бы все выбросить другую поставить да не хозяйка и хозяйка просто помогаем папе вот все надеюсь ответила на все вопросы какие были про сериал хотела знаете что спросите девочки вот сериал был недавно помните я говорила что мне очень нравится сериал клан сопрано он закончился как-то непонятно и другой сериал начался он продолжение есть у него или нет кто-нибудь понял там закончилось тем что вот он глава семьи до сопрано забыла как его зовут женой значит сыном сидели ждали дочь они там где-то в кафе сидели и закончилась на этом я так поняла что их потом что любили всех но как бы вот задумка то я не видела дальше следующей серии есть они серии или нет вот про сериалы тоже хотела спросить у вас какие вам сериалы нравятся напишите какие вы смотрите вот мне последнее время вот что-то такое про нравится про мафию там про гангстеров еще сериал был призрак призрак да потом 2 2 книга тоже призрак был там про сына уже про его тоже посмотрела новых серий нет жду когда вроде бы в октябре новая серия выйдет новые серии будут вот что-то такое вот про мафию про это смотрела понравилось тоже напишите какие-нибудь сериалы интересное что иногда бывает свободное время ночью когда я долго заснуть не могу можно хоть посмотреть на то мои хорошие все будут заканчивать спасибо огромное что посмотрели это видео влог либо до этого просто блога будет либо после влог немножко начала снимать тут решила сегодня поболтать ладно не забывайте писать вопросы вопрос ответ будет у нас скоро и я следующий раз тоже что-нибудь буду готовить и по отвечаю на вопросы все спасибо огромное что смотрите мои видео спасибо вам большое за то что вот было видео помните я рассказывала сначала жаловалась про ноутбук а потом значит называлась видео что пошла жара в шоке от комментариев и там мне многие поддержали вообще очень много девочек поддержала писали что ли надо снимай когда и есть настроение когда нет настроение когда тебе плохо когда хорошо себя снимаем тебя любим смотреть и всегда будем смотреть очень очень приятно спасибо вам огромное не забывайте подписываться кто не подписан за все пока пока скоро увидимся пока пока ставьте лайки пока салат готов очень-очень вкусный ссылочку на рецепт салата кто еще не знает я оставлю под видео кто не пробовал такой салатик обязательно попробуйте сделайте вам очень очень понравится особенно мужчинам нравится